всем приветики и вот пришло время сделать обзор на мой новый xiaomi redmi note 5 наконец-то спустя полгода я решил все-таки сделать в него обзор вот такой вот телефончик все здесь уже как в распаковке вы все видели коробочку здесь все также ничего не изменилось вот она коробочка здесь вот внутри все лежало зарядная кабель внутри этого лежал чехол в общем все это как бы уже видели в распаковке вот она коробочка вот она зарядная с кабелем вот оно все здесь отдельно стекло покупал вот она наклеена кстати отдельная дополнительная видно там не видно что у нас там с автофокусом вот она отдельная дополнительное стекло в комплекте был чехол вот этот но я его не использую потому что он слишком плохой использую отдельный также заглушки купил телефона это не две заглушки ну стекло было вот в этой коробке вот в этом пакетике вот ну и сам телефон корпус у него из пластика вот это вот металлическая часть получается отсюда до сюда вот эти две части эта часть металлического корпуса а вот эти пластика то что даже когда трогаешь вот чувствуете что вот эта крышка задняя холодная верхняя и нижняя никакой температуры не имеют вот потому что у меня тут по бокам итак вот он телефон по бокам у него две кнопки уменьшение и увеличение громкости вот эта кнопка выключение это увеличение уменьшение громкости сканер отпечатка пальца камеры двойная между ними вспышка здесь или здесь 12 мегапикселей одна а вторая 5 мегапикселей для в общем съемку в виде только одна камера это или это автора используется для размытия фона а здесь что как-то мне кажется очень тупо 13 мегапикселей то есть фронтальная круче чем основная это вообще как-то китайская логика не поддается объяснению конечно потом здесь и датчик по моему освещение и одновременно приближение разговорный знамик и а еще здесь вот правда не видно лампочка индикатор уведомлений и зарядки тоже так и здесь еще а нет вот камера я перепутал вот камера 13 мегапикселей вот вспышка для камеры а здесь датчик приближения и освещение так это все что касается боковых у нас поверхностей так слот под сим-карту с этой стороны слот под сим-карту вот она как бы скрепочкой открывается и там две сим-карты получается стоят но суть в том что в этом слоте может стоять только ну либо либо две сим-карты одна сим-карта так точно становится первая а вторая а второй слот он совмещенный сюда либо становится сим-карта либо флешка то есть одновременно их поставить нельзя и это как бы очень неудобно потому что если захочется поставить если захочется поставить две сим-карты и при этом флешку то так не выйдет придется чем-то жертвовать либо тем либо тем что у там внутри всякие железячки какие-то контактики так вот закрываем вот это что касается самого корпуса и его его начинки ну да технические характеристики как бы вот вроде то все что еще нижняя часть у нас получается это у нас динамик вот этот динамик здесь гнездо для зарядки и подключение к компьютеру microUSB микрофон слот для наушников здесь еще один микрофон и инфракрасный передатчик вот тут у нас получается это я вставил сим-карты она просит пароли сейчас так сам телефон технические характеристики мы глянули теперь программная часть экран у него получается 6 дюймов там 5.99 но грубо говоря 6 вот разрешение у него 1080 на 2160 точек соотношение сторон 18.9 вот система здесь стоит android 8.1 MIUI по умолчанию 9.6 вроде я обновил до 10 версии вот аккумулятор здесь не съемный кстати он внутри стоит и его нельзя достать а емкостью 4000 мАч поставляется в трех вариантах 3 гигабайта 4 гигабайта и 6 гигабайт оперативной памяти и встроенной памяти получается 3 если 3 3 гигабайта оперативки это 32 встроенной но у меня версия 4 гигабайта и 64 встроенной памяти флешка под дата 128 гигабайт поддерживается вот и главный экран такой здесь нету как в этом здесь нету как самсунге менюшки которые вот ну что голова есть рабочие стола есть меню здесь такого нету здесь сразу рабочий стол на нем все расположено менюшек здесь никаких нету и и вот в самсунге можно их уменьшить экраны выбрать нужно здесь нельзя здесь если взять там 20 экранов придется гортать пока не дадешь до нужно потому что уменьшить как самсунге и выбрать нельзя я сравню с самсунгом но потому что они все время были самсунге сейчас только вот мой первый сяоми и и точечки маленькие по точкам можно переходить но они маленькие как бы сложно по ним попал вот сейчас я только один раз попал и вот только с 30 раза попал на второй второй раз это как бы неудобно вот и это как бы неудобно потом получается здесь все на главном экране стандартно здесь идет погода время вот эти все релочки браузер галерея настройки темы и гугловские приложения антивирусник стандартные приложения потом play market и вот эти вот все заметки там погода календарь проводник ну все такое без этой вот папочки так и все это вот так по стандартной тут здесь такая есть шторка в ней расположена ну как обычно в андроиде все эти ярлычки здесь кстати удобно то что яркость можно очень ярко сделать или очень темно чтобы даже вообще не видно а экран горит ну такое ощущение что вообще не горит на самом деле он горит просто это удобно как бы я помню на самсунге мне не хватало уменьшение яркости я стоял дополнительную программу которая затемняла здесь не надо этого ставить здесь по умолчанию это есть вот а потом получается что еще здесь есть настройки но не как в самсунге такими горизонтальными панелями вертикальными все это так вот вот но она везде везде что то есть какая-то такая вот уникальная в самсунге это лаунчер дач вис в сяоми это ми ю ай лаунчер и везде свои фишечки здесь как бы все такое стильненькое закруглененькое вот настройки такие закруглененькие нажимаешь там например вот она нажала сейчас вот сворачивается такое края вот закругленные удобно нам то что стандартный сканер qr-кодов есть тоже удобно не надо дополнительно ставить стандартный есть контроль трафика тоже не надо ставить я это мне я помню использовал дополнительные программы сейчас это все не надо запись разговоров стандартно есть включается тоже не надо добавить на программу ставить есть штука такая удобная пульт мне очень понравилось сидишь теликом управляешь с телефона пришел к кому-нибудь подключить нашел посмотрел какая у него модель подключился по модели и раз каналы переключаешь можно только прикалываться сидеть так громкость уменьшать а он не будет понимать почему там каналы переключать я буду думать телик заглючил а на самом деле это всего лишь то есть такой телефон вроде бы по техническим характеристикам он вроде нормальный в нем вроде и железо такое есть android восьмой там современный ну ну как бы такая свежая версия и эти как его называют процессоры процессоры все этих технические ну в общем парами железяки в общем такие вроде бы свежие но вот программная часть она немножко подкачивает это если процессор там допустим такой более нормальный qualcomm Snapdragon 636 и 1.8 гигагерц то вот именно программная часть вот я не понимаю многого зачем например ну то есть технически он вроде бы нормальный хороший все меня устраивает как бы но в плане в плане вот всяких там каких-то вот программных частей меня много не устраивает то есть вот например даже перейти в ту же вот камеру что здесь круто то что видео очень качественно снимает по сравнению с самсунгом намного лучше но взять тоже видео здесь вот есть такой режим видеоклип он работает всего десять секунд и это неудобно зачем зачем это ограничение в десять секунд здесь вот есть такие эффекты крутые вот они как бы все такая картинка меняется к разными цветами и классно было бы снимать с такими эффектами но он работает вот всего лишь 10 секунд назад отчет идет зачем это делать можно было бы сделать как обычный как обычный видеорежим а так ты можешь видеть но получается в таком обычном режиме без эффектов потому что эффекты они все 10 секунд и это режим не использует то что на что за 10 секунд можно сделать ничего а вот обычный режим здесь есть только вспышка но при съемке видео и настройки замедление ускорение в замедление она переходит в режим 720p и без звука снимает а в ускорении тоже по-моему без звука но уже 1080p да в замедлении в 720p и 120 кадров в секунду а в ускорении в настройках можно даже выбрать насколько нужно ускориться вот она насколько нужно ускоряться у меня стандартно на 4x можно сделать 1080p например x time-lapse поставить такой 30 fps есть еще 60 fps недавно с прошивкой завезли но там яркость теряется она намного темнее становится фото снимает но но плохо потому что много всяких пикселей появляется в режиме фото много всяких пикселей появляется артефактов всяких вот но видео хорошее фокус моментальный то есть с близкого объекта на дальний очень быстро переводится но получается что если стоит дотронуться все оно переходит на ручной фокус и уже ничего никуда не переводится тебе нужно постоянно так это неудобно то что если вдруг дотронуться случайно все фокус сбивается и переходит в ручной режим это тоже как-то вот иногда бывает когда так вот ставишь допустим и где-то наклонил и начинаешь записывать а у тебя оказывается оно горизонтально а не вертикально то что из-за наклона никакого то тоже бывает не очень вот так что ночью это уже не очень не очень качественная съемка плюс иногда бывает лагает когда видео записываешь оно так тормозит чтобы не тормозило я получается закрываю все что у меня открыто все все вот что у меня вообще есть плюс перехожу сюда и очищаю память чтобы он не лагал то что бывает когда что-то записываешь таки дергание идут еще здесь получается но вообще по логике кажется так вот надо именно в режиме видео а у китайцев нет а китайцы вот так потому что здесь два микрофона это кстати круто левый и правый то что она в 2 пишет и он и она работает получается именно таким образом это левое это правое если перевернуть и думать что это левый нет он также остался правым вот почему он не переворачивается могло бы менять ориентацию просто программно менять дорожки местами она этого не делает ну то есть таких вот косяков программных много здесь есть вай фай директ он как бы есть но толку от него в самсунге он есть и через это вай фай директ можно файлы передавать там даже вот в проводнике есть такая функция отправить через вай фай директ здесь он есть но такой функции отправить файлы через вай фай директ нету и то есть он есть но как его используется непонятно вот программно тоже не допилили получается и это как бы не очень хорошо вот ну, кстати, то, что касается видео то, что плюс в том, что еще вот ты сделал какое-то видео, допустим и ты можешь сразу вот перейти к его улучшению, допустим, или фотке раз там, допустим, водяной знак наложить, там, написать какой-то текст какой-нибудь текст там написать он сразу появится или можно обрезать то есть даже не нужно на показы гружать можно сразу все на телефоне сделать обрезать там или допустим фильтры какие-нибудь применить тоже вот изменение цвета но это надо сюда заходить и, допустим, яркость можно увеличить там или уменьшить, ну, как бы удобно то есть круто, что здесь редактор есть, но как бы такие вот всякие косички ну, то есть здесь и плюсы есть такие которые вот прям такие норм, типа и есть, как бы и минусы, вроде, как бы и, кстати, он тоже, оказывается довольно-таки или, может, то, что чехол спасает он у меня падал уже довольно-таки много раз и ничего с ним не стало я думал, что от падения он быстро умрет но просто, ну, я такой я часто роняю и, ну, нет, он меня порадовал, что к падениям он хорошо относится не сильно быстро умирает в этом плане еще минус в том, то, что когда сенсором отпечатка по сканеру отпечатка пальца пользуешься через три дня оно говорит введи пароль то есть раз в три дня надо обязательно ввести пароль вот зачем это сделано непонятно то есть, если кто-то даже моим телефоном заблазил он же и он его не разблокирует без отпечатка или что он у меня вместе как-то с отпечатком завладеет и разблокирует так за три дня он успеет все, что хочешь с ним делать зачем это раз в три дня это только самому себе лишнее лишнее морока это тоже как бы неудобно ну вот так что такие вот штуки всякие разные ну, то, что мне еще нравится все такое закругленное края, края все это вот ну, то есть есть и плюсы, и минусы а так в целом вроде норм телефон как бы вот но мне показалось что тут как бы немножко динамик немножко тиховат хотелось бы громче вот тут все но еще всплыл из мейл плей маркета когда игре качаешь и они большим размером там гик с чем-то бывает не до качать бывает скачать бывает и нет потом, когда здесь есть режим такой, типа ай, в экране режим чтения такой, типа вот включаешь нет, не сюда а, да, сюда режим чтения вот он такой более желтый становится иногда такое ощущение как будто от этого экрана рябит такое ну, вот когда включишь или, например, в яркости где-то оно там было а нет ну, в общем цветность была вот холодный там все нет, теплый ставишь когда вот эти вот все режимы когда долго пользуешься много текста кажется, что он как будто бы рябит не знаю может у меня просто такое ощущение ну, вот такое вот какая-то вот поэтому я это не юзаю я юзаю какое-то отдельное вот типа ночной режим это то же самое иногда бывает оно просто затемняет как бы вот становится немножко желтее ну, как бы вроде как проще текста всякие читать оно не сильно белым тебе в лицо светится таким желтоватеньким ну, как книгу все равно читаешь удобно в общем вот ну, а так в целом все как в обычном телефоне как обычный андроид только из-за этих вот именно вот из-за MIUI из-за китайских этих всех программок иногда возникают всякие непонятки то, что вот они много чего делают понятного только им я, например, не понимаю зачем вот ну, как я уже говорил 10 секунд ограничения ставить или там я не знаю ну, такое вот всякое оно вроде бы и норм но ну, так-то оно не критично оно так да и так оно не особо парит как бы можно и по-другому допустим вот как снять вот так а потом перейти в эффекты допустим ну, сюда нажать изменить где там и здесь вот наложить потом уже после после всех действий но все равно хоть ну, зачем эти все ограничения непонятно как бы и много всякого такого то, что не переворачиваются ну, эти вот микрофоны ой, да много всего такого по мелочи то, что может я просто еще не знаю просто я уже к саму слугу как-то более привычный так мне как-то кажется что за бред но такие вот всякие штуки они реально непонятно зачем сделаны которые я уже описал вот ну и по настройкам там вот раньше была вот в девятой версии функция чтобы сверху были показаны названия операторов в десято они убрали ну, то есть там была галочка ты мог сам включить чтобы они отображались я мог выключить в десятой версии они убрали эту настройку тоже непонятно если вы создали такую функцию зачем ее убирать если людям она не нужна они не будут ей пользоваться но пускай она будет в системе может кому-то она нужна нет они ее убрали а мне вот нравилось что сверху написано оператора теперь уже нельзя так сделать то есть они функцию которая была взяли вырезали зачем тоже непонятно ну, в общем сам по себе телефон норм меня все устраивает но именно программная часть в каких-то моментах бывает какой-то непонятной и порой напрягает вот я надеюсь что они как-то не обучают ее допилят там есть всякие форумы здесь вот кстати вот чтобы установить тему здесь есть две или три темы а чтобы другие установить нужно зарегаться на сайте mi.com по-моему где он там написан и создать там свой аккаунт и через аккаунт уже можно ну, заходить сюда в тему устанавливать заходить в обои там ну, короче здесь все через аккаунт надо ну, не все а именно вот если какие-то вот темы установить нужно зарегистрироваться вот если даже зайти какую-нибудь тему выбрать допустим она скажет для того чтобы установить тему войдите в свой аккаунт то есть без этого никак так по-моему с обоими со всем что касается украшалок вот форум там свой еще есть можно зайти написать там что-нибудь ну, кто-то что-то пишет и может разработчики прислушаются но я ничего не пишу я мне как-то ленирегать этот аккаунт не хочу мне так-то вроде все устраивает ну вот кроме некоторых моментов а так норм телефон все хорошо правда именно из-за программной части бывает порой не очень не очень приятно так ну и как обычно я забыл в самом конце я вспомнил что забыл кое-что сказать во-первых я думал у него 4 ядра а оказалось 8 я блин я даже не ожидал немножко удивился даже у моего ПК 4 а тут целых 8 он даже круче чем ПК реально круто я даже не ожидал как-то вот я еще забыл сказать про про все эти вот записи и про запись вот видео там получается когда идет запись с камерой то в момент когда достигает запись больше чем 3.5 ну 3.5 гига достигает оно я бро оно ее оно останавливает ну оно завершает и начинает новый ролик то есть вот вы начали запись получается какую-то там она дошла идет время вот идет время допустим и когда там уже будет 3 ну там уже не знаю сколько это по времени будет но когда оно будет заниматься 3.5 гига оно ее обрежет и начнет новую но при этом здесь все будет продолжаться вы даже этого не узнаете вы узнаете тогда как завершите и зайдете посмотреть и увидите что там будет не один файл а два и это как бы неприятно причем между этими файлами потеряется несколько секунд то есть вы там пропадет то что вы говорили и делали кому-то может все равно скажет ну подумаешь там пару секунд ну подумаешь разорвало можно склеить там программами ну лично мне неприятно как бы это неудобно вот и потом еще то же самое и запись экрана вот через программу только здесь оно остановит ее и это будет видно и нужно будет начать новое а здесь оно а вот там оно даже не останавливает вроде бы кажется все нормально оно продолжается а на самом деле нет это уже новый пошел просто с тем же временем ну то есть по времени ничего не видно это будет видно потом да и вот кстати жесты очень удобная штука он получается протянул снизу вверх открылся диспетчер задач открыл какую-нибудь программку протянул слева направо или справа налево и выезжает такая стрелочка то есть вот я не знаю открыл там что-нибудь например настройки вот например настройки открыл и потом берешь и тянешь слева направо и вот появляется такая штучка это значит назад на один экран назад вот и она так уходит тоже круто удобно кстати я уже к ней привык и потом даже когда взял в руки старый самсунг начал по экрану водить ну захожу там в разные допустим настройки потом хочу вернуться начинаю по экрану водить они возвращаются думаю в чем дело я уже настолько привык к этим жестам что уже постоянно их использовал а перешел я на них потому что получается здесь в самсунге кнопки они аппаратные ну то есть они сенсорные но вот не на экране а именно здесь а именно здесь они получаются всегда на экране и неудобно то что не так так а ну ладно конечно но когда заходишь в полноэкранное приложение и кнопки эти постоянно торчат это неудобно поэтому я убрал их чтобы они не мешали потому что когда ты в каких-то полноэкранных приложениях что-то делаешь и торчат эти кнопки это вообще неудобно и поэтому я их убрал и пользовался жестами поначалу было очень неудобно а потом я привык и сейчас наоборот очень удобно с жестами можно ну как бы круто раз и там на главном экране ну то есть если быстро махнул снизу вверх ты на главном экране если с задержкой то у тебя открывается диспетчер задача тянешь вбок возвращаешься назад это круто как бы удобно и круто вот вот такие дела но вообще вывод такой что технически вот он хорош то есть ну и 8 ядер там все такое мощный но программно иногда вот иногда даже мысли такие бывают что блин может быть надо было все-таки доложить вот я взял 200 долларов 220 доложить еще два раза по стоку где-то за 650 взять какой-нибудь самсунг топовый девятый там например s9 galaxy s9 было бы наверное бы конечно же круче но блин это же все деньги а так ну как есть так есть пока пользуюсь этим может когда-нибудь перейду на что-то более более лучше нет так-то ну конечно норм но именно программные косички порой бывает напрягает и бесит вот вот как-то так на этом все всем покеду вот